Цель предварительного голосования привлечь в политику профессионалов. А дискуссионные площадки это не только возможность рассказать о своем видении ключевых вопросов экономики и социальной сферы, но и лучше понять, что нужно региону. Дискутировать приходится в самых разных областях. В Павловском районе тема сельское хозяйство, это и производство, и ряд связанных с ним вопросов, например кадровый. Мы вкладываем в среднее образование, в ПТУ специализированное. А где люди-то на селе? Их нет. Вот эту цепочку патологичную надо разорвать. И я считаю, что роль депутата, в том числе на федеральном уровне, как раз в поднятии этой проблемы. Для Виктора Зобнева, председателя совета директоров Рубцовского завода запчастей, тема дебатов ближе. Сегодня на предприятии работают полторы тысячи человек. И главное для руководителя это решение производственных задач, но именно село является конечным потребителем продукции завода. Так что представление о том, что нужно сельхозтружникам, есть. Чтобы была зарплата, чтобы росла социальная сфера, необходима производственная база именно в районах края. Нужно развивать глубокую переработку сырья на местах, считает кандидат. Мы на сегодняшний день предлагаем сырье. А нужно предлагать продукт уже в упакованном виде, уже сертифицированный, уже полностью подготовлен для конечного потребителя. Это глубокая переработка, связанная с мясным животноводством. Это глубокая переработка молочной продукции. Это знаменитые наши сыры. Сельское хозяйство – ключевая сфера экономики региона. Чтобы оно развивалось, в Госдуме нужны профессионалы, понимающие потребности отрасли. Но этого мало. Важен еще и опыт работы в законотворчестве. Тот же Виктор Зобнев, прежде чем посчитал себя готовым к работе на федеральном уровне, два созыва был депутатом краевого заксобрания. А до этого – депутатом муниципального уровня. Всего за право представлять Единую Россию в Госдуме борются 45 кандидатов. Далеко не у всех такой солидный опыт за плечами, 30% участников предварительного голосования – молодежь. Но для многих предварительное голосование – важная ступень, возможное начало политической карьеры. А кто станет кандидатом в депутаты, решать будем все мы. 22 мая – в день предварительного голосования более чем на трех сотнях избирательных участках в Алтайском крае. Максим Милосердов, Анатолий Фукс, Алексей Шаульский. Новости. Продолжение следует...